80 лет прошло с того дня, как Славянский район был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В боях с неприятелем погибли в далеком 1943 году около 20 тысяч советских бойцов. Освобождение нашего района имело стратегическое значение для освобождения Таманского полуострова и всей Кубани. И мы не вправе забывать о тех, кто сложил свою голову в жестоких боях. Именно о них вспоминали на торжествах, посвященных юбилейной дате. 4 апреля – памятная дата для всех славянцев. 80 лет назад, в 1943 году, был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков наш район. В городском доме культуры в этот день состоялось большое праздничное мероприятие. Зайдя в фойе, гости сразу же попадали в атмосферу сороковых пороховых. Здесь были воссозданы сцены из жизни фронта и тыла во время Великой Отечественной войны. Для всех желающих проводилась экскурсия по дорогам огненных лет. В числе первых участниками необычной театрализованной экскурсии стали глава Славянского района Роман Синеговский, депутаты ЗСК Виктор Чернявский и Денис Выпринцев. Ни на минуту не ослабевало напряжение в штабе гарнизона станицы Славянской, где отдавались четкие приказы воинским подразделениям. Затем действие было перенесено в радиоточку, откуда отправлялась срочная телефонограмма. Пленный 9-го мотополка Вестланд показал, что здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС Викинг. Сообщаю состав полка Вестланд, место пребывания штаба дивизии. И как здесь обойтись без землянки, которая часто была для солдат единственным домом? Тебе дается важнейшее поручение, ценная шифровка. Передать в наш штаб армии, когда ты пойдешь через плавник, будь предельно внимателен, потому что немцы расставили дозоры и проверки, посты. Одна площадка сменяла другую. Очень трогательно и точно были показаны госпиталь, жизнь солдатских жен, школа, типография, где выпускались газеты и листовки. Художники и печатники приближали победу. Союз художников «Боевой карандаш», который делал во времена войны листовки, весь из фронта печатали очень быстро, оперативно. У нас Ксения Орлова, ученица наша, она разработала эскиз листовки, вырезала его на линолеуме, с него мы печатаем листовки сегодняшнего дня. И вот во время экспозиции она режет следующую листовку. Ребята, гости мероприятия смогут воочию увидеть, как во время войны быстро и достоверно печатались информации. В избе читальни с нетерпением ожидали свежий номер газеты, которая была источником добрых вестей. И никак нельзя было обойтись без почты, магазина и полевой кухни. А после обеда на солдатском привале часто звучала хорошая песня. Завершилась удивительная экскурсия, конечно, на самой оптимистичной ноте, на вокзале Победы, когда прозвучал голос Левитана об окончании Великой Отечественной войны. Самое долгожданное. Это письмо. Весь наш народ ждал. Мы победили? Да, Илюшенька. Мы победили. 8 мая 1945 года в Бернине представителей германского верховного командования подписан акт о безнодорожной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских взрыватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Ура! Продолжилось празднование 80-й годовщины освобождения Славянского района в зале Дома культуры. Театрализованная концертная программа «Концерт фронту» началась эмоциональным исполнением бессмертной песни «Священная война». Фронтовая гидбригада из лучших творческих сил района демонстрировала все свои лучшие номера и песни, и танцы. Самым сильным оружием артистов во время войны было хорошее настроение, которое они создавали своими выступлениями. ПЕСНЯ Зрители горячими аплодисментами благодарили артистов за отличный концерт. Глава Славянского района Роман Сенеговский сердечно поздравил участников торжества с 80-летием освобождения района. Упорные бои в районе хутора Кожевского завершились победой над фашистами и прорывом голубой линии. Эти легендарные события имели важнейшее значение для освобождения всего Томанского полуострова и нашей родной Кубани. К сожалению, с нами уже нет многих участников тех далеких и героических событий. Но всегда и везде мы благодарим воинов-освободителей, наших дорогих, уважаемых ветеранов войны и тружеников тыла. Каждый из них – это наша гордость и наша слава. Сегодня, через 80 лет со дня освобождения района, мы осознаем, что значение Великой Победы приобрело еще более глубокий и особый смысл для каждого из нас. Мы гордимся нашими земляками, которые участвуют в специальной военной операции, обеспечивают защиту и безопасность нашей страны. Низкий поклон всем воинам, всем защитникам Родины за мужество и боевой кодру. После самых добрых пожеланий глава района вручил памятные медали. 80 лет со дня освобождения Славянского района от немецко-фашистских захватчиков ветеранам боевых действий, поисковикам, активистам патриотического воспитания подрастающего поколения. Собравшихся приветствовала дочь известного кубанца, генерала Геннадия Николаевича Трошева, Наталья Белокобыльская-Трошева. Она говорила о преемственности поколений, о том, что сейчас наш народ всемирно помогает участникам специальной военной операции. Приехал в этот день, чтобы разделить с вами этот праздник, день освобождения Славянского района. Славянский район дорог для всей нашей семьи, и для моего отца генерала Трошева, и для нас, его детей, семьи Белокобыльских. И в этом городе родился мой сыночек. Поэтому я всей душой с вами. И сегодня, вы знаете, такая ниточка прокинута. Концерт, фронт. Вот как наши деды, как наши отцы отстояли русский мир, так сейчас наши с вами дети, наследники победителей, отстаивают справедливость и русский мир. Я хочу пожелать им удачи. Народ и армия как были едины, так и на сегодняшний день едины. Поэтому победа будет за нами. Всех с праздником! Участники программы концерт фронту с чувством исполняли песни, читали стихи о войне. Эта тема прошла через их сердца. Салют героя, салют героя. Действительно, салют героям, а также наша светлая память и глубокое уважение и благодарность воинам-освободителям, труженикам тыла, всем, кто выковал нашу победу. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова